Так жить ненависть, зависть, скажем, она убывает твою внутреннюю, как говорится, защитную систему, как она называется? Ауру. И ты начинаешь болеть, и ты будешь старым, 440 лет и уже будешь старым. Мы на подесятину, мы продлеваем свою жизнь, и мы будем жить еще долго счастливо. И мы вам желаем, но вам не доходит. Это я не знаю. Я вот от этих людей я сбежал, из Советского Союза, из тюрьмы я сбежал. Правильно сделал. И говорю, в 17 лет я не был. Конечно. Свободный мир, он замечательный, он живет позитивно. Абсолютно, это, к сожалению, вы посмотрите себе в зеркало. Здесь сам они из лучших городов. Здесь погода, море, тысячи позитив, фрукты, массажи. Очень дешево. Всех приветствую. Всем я очень рад. Ну, вы видели фрагмент. И это один из самых счастливых, позитивных персонажей нашего с вами канала. К сожалению, он проявил желание не сниматься больше на нашем канале. Потому что решил остаться таким же позитивным, счастливым. Понимает, что совершил большую ошибку. Что в свое время полез в комментарии. Наши комментаторы, россияне, быстро дали по куполу. Обосрали, грубо говоря. Ну, человек, видите, заморосил, обиделся. Ушелся с канала. Это не помешало нашим отношениям. Мы дальше дружим. Пьем пиво. Подарил Витасу я велосипед. Даже вот, допустим, позавчера сидели на Сой Бухалова. Я, Витас, русский парень со своей тайкой и австралиец. Пили также пиво. Витасу я купил пивка, угостил его. А на следующий день, после выпуска ролика, прямо на следующий день, вы кто обратили внимание, а кто нет, посмотрите, какие комментарии он начал оставлять под роликом. Вот, ребят, комментарии, почитайте. Артур, ну это, зачем такое выкладывать? Раньше хоть как-то фильтровал материал. И вот смотрите, здесь что написали. Вот он, Витас, что пишет. Согласен. Напомню, ему не за что что-то думать о подписчиках. Главное, всунуть Авалон. Получить деньги. А снимать можно всё. Снимать можно всё. Может, дерево некрасивое. Значит, прочитать, прыгать по лужам. Ребят, что хочу сказать про этот комментарий Витаса. Снимать всё подряд. Какое-то время, месяцев примерно 4 или 5 назад, не помню, когда Витас начал сопли распускать, обиделся на россиян и соскочил с канала. Мы забыли про YouTube, просто дружим. Но потом, спустя примерно месяца 3, ну, если от сегодняшнего дня отталкиваться, месяц примерно назад, полтора, он начал. Артур, ну я надумал, если что, я готов сниматься опять на YouTube. Я говорю, Витас, хорошо, буду иметь в виду. И всё на этом. Продолжаю снимать ролики. Какой, считаю, нужный материал, тот и снимаю. Ну, Витас сейчас пишет, что вы прочитали в комментарии. Готов снимать, что попало, лишь бы сунуть Авалон. Если я готов снимать, что попало, ребят, я бы снимал и Витаса. Получается, я готов снимать, не всё попало. И, кстати, вот пишет, с Авалона готов получать деньги. Конечно, это не секрет ни для кого. Я уже не первый год бабки-то получаю на YouTube. И только рад этому. И всегда вам показываю и доказываю, что я могу на Авалоне деньги получить. Даже сейчас вам это покажу в очередной раз. Ну что, на Авалоне, как видите, неделя у нас закончилась. И сумма стала 24 400 рублей. А было, как помните, ставил 22 200. Ну что, на 7 дней ещё загрузим. Все и загрузим. 24 400 рублей. Создать депозит. Всё, депозит успешно создан у нас. Можем даже проверить. Список депозитов нажимаем. Вот сегодня, 28 октября. Загрузил 24 400. Вот они, видите, приступили к работе. Нисколько ещё не начислено. Прошлая сумма, помните, ставил 22 200. В результате вышло 24 390. Но там был небольшой остаток у нас. Так что, если кого Авалон портал тоже интересует, ссылочка будет в описании под этим видео. Вот опять комментарий к тому же ролику. Вот, посмотрите. Она такая страшная, совсем с головой не дружит Арату. И вот, смотрите, показать ответы. Вот Витас, что на это пишет. Его это не интересует. Главное, что снимать. Всунуть рекламу. Получить деньги. Уважения к людям у его нет. Вот что пишет. Витас таким отзывом чревато больше вас не увидеть в роликах. Кто-то ему на это отвечает. Люди должны знать правду. Ваш же друг вроде. Или уже пересмотрели свои взгляды на дружбу с ним. МИ из разных планет. Алексей. Куда делся Витаса позитив? Где его счастливый Таиланд? Чего-то не прослеживается в этих комментариях. Вот еще комментарий человек написал. Чего до пумпуя докопался-то? Совсем нечего снимать. Витас здесь в лес у нас. Главное, Авалон. Получить деньги. Он не думает о подписчиков. Где же тут, ребят, Витаса позитив? Где его время очень дорогое, ценное и счастливое? О котором он нам рассказывал в роликах. Что время, проведенное в Тае, море, солнце, пляж, ни за какие бабки не купишь. Нигде, ни в одной стране мира не найдешь такого. Чего-то в комментариях позитива и счастья не прослеживается. Вот еще, ребят, комментарий. Докатился и друзей всех растерял. Один как волк. Вот словесная перепалка. Посмотрите. Витас пишет. Перфект. Ему пишут. Ты куда подевался? Чего не снимаешься? Витас отвечает. Привет. Я живу в Паттайе. По-прежнему. Буду, наверное, до... Я давно Артуру сказал, может, два месяца назад, что готов опять сниматься. Не получил никакого ответа. Буду, наверное, отписываться. Не хороший и не честный он. Про меня Витас такое написал. Вот что с человеком произошло? Спасибо за поддержку, Сергей, пишет Витас. Я всегда настоящий. Я открытый. Люди должны знать правду. Это он имеет в виду, что с Авалона, с рекламы я деньги получаю. Вот такой у нас, ребят, получается позитивный Витас. Весь на позитиве. Счастливый. Таким именно себя он позиционировал во всех роликах. Блин, счастливый, позитивный человек. Зачем будет в грязь-то окунаться, в комментариях какие-то гадости писать? А, кстати, я сейчас включу русский телефон. Я всегда вот с тайским хожу, ребят. У меня еще вот один. Сейчас я его включу прям при вас. Что-то Витас там в инстаграме мне написал. Я даже не читал. Там сообщение не прочитанное. Сейчас вместе с вами откроем, прочитаем, что он там мне еще написал. Сообщение. Вот, видите, писали мне еще вчера эти, как там, с РЕН-ТВ, с программы пытались у меня брать это интервью. Но не нашли через какой нам ресурс с ними общаться, а не какого-то другого, видите, нашли. Так, берут у меня из роликов материалы. Вот Витас, видите, один день назад писал, я не прочитал. Вот при вас прям нажимаю. Я отписался. Больше не выкладывай видео со мной. Или можем голосом за кадром. Или моим голосом за кадром. Я не подходил больше ко мне. А, и не подходи больше ко мне. Или к моим друзьям. Кто у него тут друзья-то? Он тут вообще ни с кем не дружит. Вот так вот, ребят. Ребят, как-то Витасу рассказал я историю. Почувствовал, что он себя начал считать какой-то важной персоной на нашем с вами канале. Говорю, года два или три назад на канале у меня появилась скромняшка. С ней я снял всего лишь 4-5 роликов. Не больше 5 роликов. Ролики набрали моментально миллионные просмотры. На канал пришло приблизительно в течение месяца 1050 человек или 60. Моментально в одно мгновение канал популярный стал. Я спокойно эту скромняшку отпустил. Любой бы вцепился, крутил бы ее, вертил вдоль и поперек, лишь бы какой-то материал с ней снимать. Я дал ему понять уже давно. Я не цепляюсь за людей. Для меня нету важных каких-то персон, авторитетов. Вот пример должен был послужить к тому, что... Что у меня есть в голове, то и, конечно, я буду снимать, что посчитаю нужным. Может быть, конечно, я бы посчитал нужным и его начать снимать, до него бы очередь дошла. Но вы видите, как он взорвался на ровном месте. Вот таким образом проявил себя человек. Теперь непонятно, насколько он позитивный. Или только перед нами, с вами, перед камерой таким позитивным выглядел. Не знаю. Ну, что вы думаете по этому поводу? Мне, конечно, очень интересно. В комментариях напишите. Понятно, что сам я ума недалекого. Может, что-то я не догоняю. Ну, блин, меня Витас вообще вот этими своими поведениями, поступками удивил. Вечером был со мной друг, а на следующий день, в обед, когда вышел ролик, все он начал там под ним гадости писать. Чего произошло с человеком? Явно причина не во мне. Я его пивом угощал перед этим прямо накануне. Не знаю. Буду ждать от вас комментарии. Обязательно напишите. Все, забойди, да? Забойди. Ну что, узнаете рынок? Очень давно я здесь не был. Ничего особо не изменилось. Удивительно. Много павильончиков работают, есть готовят, хотя народу очень мало. Том-Ямчик, по которому я соскучился, за которым раньше русские туристы охотились толпами после моих роликов. И некоторым удавалось найти это место из-за того, что здесь сейчас посмотрите, какой наливают Том-Ям. Он стоит всего лишь 60 бат. Но какой минус, что когда наши русские туристы нашли это место, тут вот три столика относятся вот к этой кафешке. Я сам не мог по вечерам потом поесть. Я приходил, только русские сидели и не просто поесть как тайцы, а уходили. Бухают, сидят, что-то заказывают, жрут. Бухла на столе. Сам виноват. Теперь, конечно, ума я набрался. Ну вот Том-Ям подошел. Покажу вам ингредиенты. Очень насыщенный. Все здесь. Кальмары, креветки, осьминоги. Рыба. Грибочки. Травка местная, перец. Вот такой Том-Ямчик сейчас буду есть. Тарелочка риса. Все это недорого, вкусно. И достаточно будет. На большой срок останусь сытым. Есть не захочу. Если только не подвернуться к какой-нибудь девушке, кого угостить.